В честь 90-летия первого космонавта в России и Казахстане проходит автопробег «Земная орбита Юрия Гагарина. Поехали». Организаторами выступили Общероссийская общественная организация Ассоциация музеев космонавтики России и Фонд содействия авиации «Русские витязи». Маршрут города космической славы двух стран. Стартовали от Мемориального музея космонавтики в Москве. На несколько часов заехали и в Ульяновск. Встретили их в музее «Симбирская классическая гимназия», где познакомили с экспозицией музея. Сам пробег начался в Москве. Он проходит через города, музеи, связанные с жизнью Юрия Алексеевича Гагарина. Где он был, где он работал, где он учился. И Москва, Люберцы, Жуковский, Центр подготовки космонавтов «Звездный городок», Королёв, Боровск, Калуга, Гагарин, Владимир, Нижний Новгород. Чебоксары, Шоршево. Как объяснил руководитель автопробега, Юрий Алексеевич Гагарин в Ульяновске не был. Но здесь есть уникальный музей страны – медиастанция «Симбирской планетарий», который планируется включить в Ассоциацию музеев космонавтики России. В автопробеге экспедиции участвует космонавт-испытатель, заместитель командира отряда космонавтов по научно-исследовательской и испытательной работе Андрей Бабкин. Юрий Алексеевич Гагарин, прежде всего, олицетворение наших успехов как страны, как именно великой страны, которая победила войну и после этого нашла в себе силы и возможность опередить весь богатый индустриальный мир и выйти первым в открытый космос. И сейчас он продолжает для нас уже по профессиональной деятельности оставаться ориентиром. Также Андрей Николаевич рассказал, над каким проектом сейчас работают космонавты. Сейчас мы работаем над созданием российской орбитальной космонавтической станции, которая должна прийти на смену российскому сегменту МКС. Большие задачи, много интересных моментов, потому что уже сейчас эскизный проект создан и начинается разработка этих модулей. Они уже частично изготовлены в металле и через несколько лет было запускаться в космос. Постоянными участниками автобробега являются 20 человек и среди них семья Остапковых из Казахстана. Мы несколько раз принимали участие на запуске космического корабля и на посадке в Жасказгане, когда приземляется капсула на парашюте. Выехали мы 1 марта из Кустана, проехали 2100 километров до Москвы, отдохнули. И 5 числа был дан старт автопробегу, посвященному 90-летию Юрия Алексеевича Гагарина. Автопробег экспедиция пройдет почти 7 тысяч километров и закончится 21 марта на Байконуре, где будет стартовать корабль «Союз МС-25». Маршрут свяжет не только главные города Центрального и Приволжского округов Российской Федерации, единые акции, но и объединят десятки космических музеев. За 17 дней автопробег экспедиции объедет порядка 25 космических музеев и планетариев 16 регионов Российской Федерации.